Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 7 июля, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых – Иоанна, Антония и Аква. Пусть мир и Божьи благословения пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и помощи Божьей в добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает память Рождества Крестителя Господня Иоанна. Как повествует Евангелие, праведные родители святого Иоанна Крестителя, священник Захария и его жена Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, так как Елисавета была неплодна. Однажды святой Захарий совершал богослужение в храме и увидел архангела Гавриила, стоящего по правую сторону жертвенника Вакадильного. Он предсказал, что у Захарии родится сын, который будет правозвестником ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя Мессии. Захарий осмутился, на него пал страх. Он усомнился, что в старости можно иметь сына, и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие. Захария был поражен немотой до времени исполнения слов архангела. Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила приходящая ей дальняя родственница, благословенная Дева Мария, чтобы разделить свою и ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию, как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в ней Сына Божия приветствовал и гранями, якопеснями, и святой Иоанну, еще находившейся в утробе матери своей, праведной Елисаветы. Настало время, и святая Елисавета родила сына. Ее родственники и друзья радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней «Иоанн, имя ему». И тот час связавшие по предсказанию архангела его речь Узы разрешились. Святой Захария, исполнившись Духа Святаго, прославил Господа и произнес пророческие слова о явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне, предтече Господа. После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов, нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария, как священник, находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть место пребывания младенца Иоанна и его матери. Захарий ответил, что это ему неизвестно и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанна, охраняемый ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего в мир. По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой утренней звездой, когда своим блеском превосходило сияние всех других звезд и предвещало утро благодатного дня, освящаемого Духовным Солнцем Христом. Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и сам Спаситель, Спаситель мира, Господь Иисус Христос. «Крещение Христа сопровождалось чудесными явлениями, схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Отца с неба, сей есть Сын мой возлюбленный». Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о нем. «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Христу. То были апостолы Иоанн Богослов и Андрей Первозванный, брат его. Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и как бы запечатлел свое пророческое служение. О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал, «Из рожденных женами не восставал пророк больше Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель прославляется Церковью как ангел и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай, и ветхой, и новой благодати, и врожденных причестнейший и светлый слово-глаз. Также хотелось обратить ваше внимание, что сегодня совершается память преподобного Антония Дымского, частица мощей которого находится в Нарвском Воскресенском соборе. Преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде около 1057 года, в Хутынском монастыре. Он принял пострижение и в той же обители по окончании преподобного Варлаама в 1192 году стал игуменом. Спустя некоторое время он тайно удалился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера в 15 верстах от города Тихвина. Преподобный обрек себя на тяжелые подвиги. Для большего изнурения своей плоти он постоянно носил на голове железную шляпу. Постепенно вокруг него собрались братья. С общего согласия и спросивший благословение архиепископа Новгородского Исаии, они поставили церковь во имя Антония Великого с пределом покрова Божьей Матери. Преподобный Антоний прожил в монастыре до конца жизни и представился 24 июня 1224 года. Он был погребен в созданной им церкви. Мощи преподобного Антония обредены нетленными в 1330 году. Дорогие братья и сестры, пусть по молитвам великих угодников Божиих, Господь сохранит нас в мире долгоденствия и единодушия. Дорогие братья и сестры, пусть по молитвам великих угодников Божиих, Дорогие братья и сестры, пусть по молитвам великих угодников Божиих, Дорогие братья и сестры, пусть по молитвам великих угодников Божиих,